Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Экланди Блейз, и в этом видеообзоре я бы вам хотел продемонстрировать еще одну мунифигурку, кастомную, относящуюся к тематике Старой Республики, по Звездным Войнам, разумеется, и это у нас лидерный ситх Дарт Нисилус, в русском переводе, или же как это было в оригинале, Дарт Найлас. Замечательный ситх, который был, ну, на самом деле не очень прям, чтобы хорошо раскрыт, вот в игре я, в которой он появлялся, то бишь в Найтсов Долг Репаблик 2, вот игра довольно-таки хорошая, я в нее играл, но, к сожалению, пройти до конца не смог, потому что последний босс слишком сильный, я его уже дропнул, короче, да, потому что он там с одной атаки тебя убивает, но это невозможно пройти, мне кажется. Вот, ну, в любом случае, данный ситх является очень интересным, запоминающимся и довольно-таки уникальным, вот, его минифигурка, к сожалению, не была никогда выпущена компанией Лего, вот, поэтому приходится собирать различные кастомные минифигурки, чтобы заполучить данного ситха к себе в коллекцию в формате Лего минифигурки. Вот, также одна из компаний, вот, которая занимается выпуском китайских подделочных минифигурок, уже выпускала версию Дарта Найлоса, вот, и она, в принципе, относительно неплохая, особенно если ему заменить, ну, по сути, всей части, кроме головы, то есть поставить оригинальные ноги, туловище, плащ, капюшон, меч, и оставить только его лицо с этой маской, вот тогда это будет вообще идеальная, наверное, версия, но, во-первых, у меня той фигурки нету, и я не особо хочу добавлять в эту фигурку, ну, китайские детали, вот, так что я сделал довольно-таки интересный ход, которого, ну, я не сам, в общем, до него додумался, вот, мне не то, чтобы помог, я просто нашел видео одного американского обзорщика, вот, как можно сделать данный кастом немного ситрив, вот, ну, и об этом я вам сейчас тоже расскажу, вот, ну, давайте внимательно на него взглянем, фигурка довольно-таки простая на самом деле, вот, и у него просто обычное черное туловище и черные ноги, вот, но они в любом случае скрыты его робами, вот, я тут добавил два плаща, оба мягких от Бэтмена, вот, они как-то мне идеально подходят, и такие вот робы создаются, которые у него были в игре, вот, я мог пойти другим путем, добавить ему туловище принтованное, как, допустим, у Дарта Мола, или у Дарта Сидиуса, вот, и добавить один плащ, но я решил пойти вот таким путем, потому что он, как по мне, более, я не знаю, такой, олицетворяет его сущность, то, что все его тело скрыто такими вот тканевыми элементами, или нетканевыми, в общем, какими-то такими спадающими робами, вот, в руках у него световой меч, вот, если я правильно помню, у него вообще рукоятка светового меча должно быть чуть длиннейше, чем обычная, но в лего, понятное дело, только одна версия, к сожалению, вот, ну, лезвие красное, вот, и, наверное, самая такая важная часть, это его голова, вот, ну, тут капюшон еще имеется, но это и так понятно, вот, в общем, как я сделал голову, у этого чувака, у которого я нашел видео, он, короче, взял, не знаю где, распечатал на бумаге специальную вот такую вот маску, в маленьком масштабе, и приклеил просто на голову лего минифигурки, и, как бы, все, вот, у него под видео была ссылка в описании на pdf файл с этой маской, вот, я его тоже распечатал, приклеил на лего голову, вот, у меня, конечно, не сразу получилось по размеру подогнать, но, по-моему, со второй попытки у меня получилось, вот, я ее приклеил на лего голову, кое-как засунул под капюшон, потому что, ну, она побольше стала размером, но у меня как-то получилось, вот, и с тех пор у меня этот кастом есть, он, на самом деле, уже довольно-таки старый, я эту самоделку делал еще в году, так, в 2020, вот, когда был карантин, и у меня не было возможности заказывать лего, поэтому я много занимался различными кастомами, и, в принципе, у меня с тех времен дарт миссилус так никак не обновляется, но у него и так крутые робы, крутая версия, вот, то, как видите, у него маска так чуть-чуть сверху постерлась, это из-за того, что, ну, это я дурак просто, вот, потому что я мыл недавно свою коллекцию лего мини-фигурок, и дартонайласа, как-то его случайно тоже помыл, я вообще фигурки с тканевыми элементами решил не мыть, но он как-то туда протиснулся, и у него вот эта вот тканевая, даже не тканевая, просто бумажная часть немного растеклась, но ничего, батл демс небольшой, вот, так что вот такая вот версия данного замечательного хитхом, сравнить я его, но мне особо его не с кем сравнивать, потому что, потому что мне с кем сравнивать, могу лишь показать вам еще экшн-фигурку дартонайласа, которую я купил, которая на самом деле сегодня пришла, вот, давайте мы ее сейчас продемонстрируем, так, сейчас я ее поставлю, вот, потому что я ее уже давно хотел, и нашел неплохое предложение на ebay, вот, она уже, конечно, была распечатанная, но уже, точнее, не уже, а была с коробкой, вот коробка от нее, длинный грейд, все дела, и вот сам дарт найлас, вот его маска, и его робы, кстати, сколько я знаю, туловище у него использовано точно такое же, как и у этого дартамола, то есть вот эти вот робы, и впрямь выглядит, как у дартамола, немного так, ну, не то, чтобы схалтурили, они, в принципе, ему тоже подходят, плащ у него крутой, ну, и вообще, фигурка классная, обзор, приятное время, точнее, приятное дело, в свое время будет, вот, что же до лего мини-фигурки, то она меня в целом тоже по всем параметрам устраивает, вот, и это один из моих любимых, вообще, ситков, сихов, звездных воинов, потому что, ну, он, по крайней мере, очень сильно отличается от других, вот, ну, не каждый ест планеты, знаете ли, вот, так что, давайте на этом будем закругляться, и напишем в комментариях, и пожелаем нашему дарту Найласу приятного аппетита, он пошел съест парочку планет, да, ну, а я же видео заканчиваю, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok